Существует два типа реакции правоохранительных органов на нарушение закона. Первый – работа постфактум, когда происходит поиск и наказание виновных в уже совершенном преступлении. И второй – работа на упреждение, когда оперативные действия милиции и спецслужб не позволяют преступлению случиться. Так вот, наша с вами безопасность в первую очередь зависит от способности специалистов предотвращать правонарушение. О том, что Беларусь не допустит угроз и сохранит мир внутри страны, президент Александр Лукашенко заявил в четверг на встрече с представителями силовых структур. Причем встречу намеренно сделали открытой для прессы, хотя обсуждали комплекс антитеррористических мер. Мы никого не пугаем и пугать не будем. Но сегодня это касается всех. И тех, кто нас услышит и особенно сидящих здесь. Мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и конституции в стране. Мы никому не закрываем рот, я уже об этом говорил. Но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться. Для белорусских спецслужб уходящая неделя выдалась напряженной. Новости о задержаниях провокаторов и изъятие оружия у якобы мирных демонстрантов появлялись практически ежедневно. Самым горячим выдался понедельник, прорыв на границе. Автомобиль таранит шлагбаум в пункте пропуска Александровка. Пограничники применяют оружие. Двое задержанных в салоне, пистолет и магазин к нему. К четвергу уже 26 задержаний активистов радикальной группы «Белый легион». Их схрон с боевыми гранатами и арматурой нашли в лесу в Минской области. А в субботу в Минске в машине рядом с Академией наук нашли коктейль «Молотова». Теперь об акции, на которой, надо полагать, и должно было найти свое применение, скрываемое в тайниках оружие. 25 марта. В этот день оппозиционные партии обычно проводят массовые мероприятия, которые носят протестный характер, а их организаторы и активисты далеко не всегда соглашаются с требованиями закона. Вот и на этот раз заявки на проведение 25 марта массового мероприятия подали сразу несколько организаторов. Однако, по словам представителя Минского горосполкома Андрея Шорца, после появления информации о подготовке беспорядков и провокаций, и особенно превентивных мер спецслужб, все поступившие заявки были отозваны. Все заявки, которые были поданы в горосполком на проведение каких-то мероприятий, были рассмотрены. Две заявки были отозваны самими же заявителями, о чем горосполком был проинформирован в письменной форме. Четыре инициатора еще одной заявки отказались ранее, и сегодня последний человек, который заявлял об участии в мероприятии, также отозвал письменно, отозвал свою заявку. Поэтому любые мероприятия в городе Минске, которые могут произойти, они будут признаны незаконными. Тем не менее, активистами это предупреждение не было воспринято. Вариант ушествия до площади Бангалор, который предлагали власти, они все же предпочли свой вариант, проспект, который планировали, несмотря на отозванные заявки. После неоднократных устных предупреждений о незаконности акции, правоохранительные службы были вынуждены отреагировать на нарушение закона. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Мероприятие не санкционированное. В воскресенье акции в Минске и других городах были совсем малочисленны, не вышел практически никто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова